Добрый день, дорогие друзья! И я вас снова приветствую на YouTube-канале, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Орландо и в окрестностях этого города. У нас сегодня задача. Задача помочь моей покупательнице, которая в данный момент находится в Калифорнии, сделать видеосъемку домов, чтобы она выбрала, какой из этих домов ей нравится. Сама она приехать не смогла. Она здесь уже была несколько раз, мы с ней смотрели дома. К сожалению, ей нравилось два дома, мы не смогли выиграть эту борьбу за дома, потому что она идет по программе кредита, и те дома перебивали оферы с наличкой. Надеюсь, что в этот раз нам повезет. Сегодня мы посмотрим три дома. Юля, естественно, наверное, будет выставлять их по мере производства. Скорее всего, на тот момент, когда будет выставлен третий дом, моя покупатель уже сделает решение, какое-то решение, но нам все-таки интересно, за какой из домов проголосовали бы вы. Я быстро расскажу по критериям, которые озвучила моя клиентка. Критерии по району. Она очень хотела купить именно в районе Доктор Филлипс из ночной жизни, наверное, так сказать. Здесь очень много баров, ресторанов. Ее ценовой категории я смогла найти дома только в старом городе Доктор Филлипс, то есть старый спальный район. Не новые дома, которые уже миллионники, но в ее ценовой категории до 450 тысяч долларов. Это уже просто потолок для моей клиентки. 450 – это уже самый верх. Я все-таки смогла найти несколько симпатичных домов в этом городе. Критерия также у нее не менее трех спален, чтобы был бассейн. Это очень сложно. Цена в категории, но вы знаете, невозможного не бывает. Все-таки мы посмотрим дома с бассейном. Конкретно в этом доме бассейна нет, но есть достаточно много земли, чтобы она со временем могла поставить бассейн. Ее это совершенно устраивает. То есть, или чтобы был бассейн, или чтобы было достаточно земли, чтобы его выкопать. Ну, значит, какие? Да, не менее трех спален. Ей нужна одна гостевая спальня для друзей, которые будут приезжать, останавливаться. И из одной комнаты она бы сделала фитнес-комнату. Она у нас спортсменка, красавица, комсомолка. Скажу сейчас быстро по дому, что нам предлагает этот дом. Значит, в этом доме три спальни, две ванных. Дом выставлен за 3999,900. То есть, мы вписываемся в бюджет моей клиентки. Дом был построен в 1971 году. Он старый, но в этом доме сделан полностью ремонт. Здесь новая крыша, новый кондиционер, новые окна, причем двойные окна, которые... Energy efficient, то есть, энергиозберегающие. Потом свежая покраска внутри и снаружи. Кстати, brand new septic system. В этом доме septic tank. И новый он. Мы когда-то говорили об этом. Да, но он новый. Что тоже хорошо. Танк это танк врыт где-то, скорее всего, где стоит Юлия сейчас. Обычно он вырывается перед домом. И обслуживание этого танка всего стоит около 350 долларов. И производится раз в 5 лет. А для человека, если он будет жить один в доме, то может быть даже раз в 7 лет. Давайте пройдем, посмотрим. Что еще... Нет, подождите, что я еще не сказала налог. Я еще не сказала налог. 3583 долларов в год. Угу. Ну-ну. И здесь нет вечуений. Тоже отлично. Это очень хорошая новость. Площадь дома 1820 квадратных фит. Переходим на квадратные метры около 170 квадратных фит. А из чего сделан этот дом? Дом сделан из блоков. О! Это стап. Стап это покрытие. Да, да, да. То есть блочный дом. Блочный дом. А то нам иногда говорят, картон, картон, а вот и не картон. Какие-то вещи, которые спрашивают. Я, честно говоря, положив руку на сердце, я как бы нервничаю перед камерой. Ну, уже не надо. Но все равно, я человек не очень публичный, поэтому бывает, что... Теперь уже очень. Все решается в голове и забываю какие-то вопросы. Конечно, ты спрашивай, если я что-то забыла. Ну да, дом будет. Угу. Давайте посмотрим угон. Отлично, пройдем. Велком. Так, конечно, мебели здесь нет. Но что мы сразу видим? Большое открытое пространство. Там гостиная. Здесь не знаю что. Что хотите, то и делайте, да? Да, вообще столовая комната с этой стороны. Ага. Вообще просто... Вы знаете, дом настолько светлый. Настолько свежий. Стены... Вот посмотри, как они выровнены. Иногда смотришь на красные стены. Там уже где-то узора вот этого рисунка нет. Да, да, да. Замазано. И сверху так всяк-то покрашено. Здесь вот все сделано. Все нормально. Да. Профессионально сделано. Ну, в общем, это как бы профессиональный флип. Вот так скажем. Я не знаю... Ну, нанимали люди кого-то. Не сами делали. Это был флип, потому что люди здесь жили. Ну, они кого-то наняли, да, как минимум. Не сами. Ну, у нас были такие дома, в которых там сами красили. Здесь столовая зона. Ага, вот, столовая. Большая столовая. Хорошая. Так. Знаете, для тех, кто любит, например, посмотрите, какая кухня. Кухня большая. Большая кухня. Реально. Представится, реально, дорогие такие дома, знаешь. Это, опять же, у нас поверхность каменная, гранитная, точнее. А посмотрите, здесь есть Skylight. Это она называется. Такое окошко с ним вообще получается очень светло. Ящички, да, очень-очень-очень легко закрываются. Отлично. Интересно, здесь они тоже скрываются. Ну, в общем, это новое все, да? Все новое. Новое, видно. И техника тоже. Я не думаю, что это было сделано именно для продажи, потому что чуть-чуть видно, что... Они пользовались, да. Да, те, кто здесь жил, кто продает, они здесь сами жили. Жили. Понятно, понятно. Хорошо. Мне очень нравится большая кухня. Ну, неожиданно для этого небольшого домика. Остров огромный. Не во всех дорогих домах такое есть. Кстати, здесь тоже, видишь, ящички в доме посреди офиса. Очень много такой полезной площади. Да, 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 да. Единственный, наверное, знаешь, какой минус я бы сказала, что здесь низковатые потолки. Вот, но из-за того, что его сделали светленьким, этот дом, потолки здесь беленькие. Не давит. Не, не давит, не давит. Не давит. Не давит. Не давит. И прям давит. Во-во-во-во. Во-во-во. Во-во-во. На самом деле, если вы чуть-чуть подпрыгнулись, а для меня встали до него, а я не высокая. Да, да, да. Ну, то есть, наверное, вот это можно отнести к минусам, а так ремонт очень достойный. Все такое светленькое, свежее. На полах плитка такая. Твоя нога в кадре. На полах плитка такая, знаешь, телеглянцевая, классная. Хорошо. Пятики усиливаются. Мне показалось, что муравьи ползают. Так, куда дальше идем? Да, нет, какая ты сказала? Ну, кафельная, но такая большая. Видишь, она дорогая. Это, сейчас я скажу, посоли. Это плитка, то есть, это не гранит, не мраморная, не натуральная, но она такая вот прям. Ну, хорошая, хорошего качества. И не керамика. И что мне нравится, смотрите, никаких переходов. Здесь везде эта плитка. Здесь все полы. Да, 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 да. Вот это очень правильно, грамотно сделали. Красивые, кстати, двери. Посмотри, стеклянные. Отделяющие с банки, как бы часть дома, да? А, и дверки хорошие. Деревянные. Понятно. Здесь, так, ванная. В доме две ванны, которая одна из двух. Туалет, посмотрите. И ванная. Душевая, точнее. Душевая хорошая какая. Тоже, да? Смотри. Вот так вот просто заходите. Здесь дверки нет. Здесь просто вот так вот можно зайти. И, в принципе, вода уже сюда не достает, поэтому дверка не нужна. Здесь тоже гранит. Это гранит. Красивый. Необычный. Не самый дешевый, скажем так. Шкафчики есть разные, кстати, тоже. Это они обновили. Цвет красный. Такой нежно-серый. Серый, да. Но он такой теплый, серый. Приятный. Дальше идем. Куда? Давай, наверное, вот так вот. Хорошо. Это первая, вернее, не первая. Это гостевая. Гостевая. Кстати, нужно как раз в одной из этих комнат сделать фитнес-комнату. Да. Вешалочки различные. Вот здесь, в общем-то, закрываем. Ой, что сбокать. Так, гардеробная. А, вот здесь такая комнатка, да? Дополнительный кусочек. Более, заказанчик. Да. Так, и что прикольно, продается вместе с жалюзями, жалюзями. Как правильно, не знаю. С жалюзьми. Такой бонус приятный. Извини, на все комнаты жалюзи. Это же тоже дороговато выйдет. Так. Еще одна. Действительно, окна новые. И они хорошие двойные. Потому что в Афлориде, особенно в старых фондах, одно стекло. Да, одно стекло. Ну, конечно. Оно не такое энергосберегающее, как двойной стеклопакет. Так, что у нас здесь? А, вот здесь такая гардеробная. Так, хорошо. А, ничего себе, как придумали выключатель-то. А, смотри, здесь выключатели-то какие стоят. Не американские, между прочим, по типу европейского стандарта. А, у меня такая пипирочка. А, у меня такая пипирочка. Это что? Это мастер-бедром, да? Мастер-бедром, да? Это хозяйская спальня. Да. Дверь-то они сделали. Ты погляди. Как красиво. Мы вот снимали, помню, миллионный дом с такой дверью. А вот, пожалуйста, за 400 вам. И там очень много места. Потому что одно дело, как бы дверь вот так открывается. Да. Сейчас стали волнули дома, кстати, какие-то такие. Они называются в Афлорусе. Да. Не знаю, как в России они называются. Прикольно, прикольно. Ну-ка, мы посмотрим, что у нас здесь. Это... Я заглянула сюда. Да. Слушай. Это просто мечта. Класс. Мне тоже очень нравится. Шикарная, большая. Посмотрите, какая душевая большая. И так все цивильненько сделано. Вот это, кстати, мрамор. Это не гранит, это мрамор. Да, видишь, он не стиль. Да, да, да. Классно. Очень нравится. Неожиданно. Я не ожидала, что в таком доме сверху, ну, обычном, небольшом. Сверху обычном, смотри, он, да, и, в принципе, у нас только сделан. Сделан он не как быстрый клип, чувство. Да, да, да. Он был сделан именно... Хозяевами для себя, да. Скорее всего, когда они купили, здесь было так не очень. Да, да, да. Взяли и все это переделали. Переделали. Я думаю, они вложились прилично здесь, честно говоря. Да, 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 но ничего не узнаем. Слушай, а куда эта дверка? Так, чтобы сразу... Эта дверка идет во двор. Во двор. Хорошо, мы не будем тогда, мы сейчас, да, заглянем позже. Мы сейчас обойдем. А, подожди, подожди, посмотри, какая гардеробная же. Большая, я же ее не сняла, представляешь? Огромная. Угу, отлично. Не, хорошая. Здесь можно, смотри, даже на обеих стенах поставить, ну, где-то вешали, чтобы вешалась одежда, поставить хорошие гардеробные кабинеты. Да, кабинеты можно поставить, как мы видели до этого, смотрите видео наше. Так, куда мы дальше идем? Давай мы пройдем... Здесь еще есть помещение. Угу. Это что такое? Здесь... Здесь... Есть гараж? Что здесь нет гаража, а нет гараж. Насколько я поняла по описанию, посмотри, это постирочная. Ага. Ландри. Так, понятно. Ландри рум. А, так, и здесь нагреватель воды. Так, вот это помещение, я чувствую, оно не отапливается. Ну, в принципе, здесь, да, не охлаждается, ничего не делается. Так, и что это такое? Да. Ты же смотри, что они сделали из гаража, очень интересно. Ого. То есть, когда-то здесь был гараж, они закрыли. В принципе, если кому-то нужен гараж, нужно это открыть. Да, да, да. Они решили так сделать, и знаешь, у меня такое впечатление, что они использовали, смотри, здесь одели уходящие двери. Да, чтобы как кабинет, как офис. Даже сдать. Или сдать, да. Или сдать, или офис. Сдать для тенанта и получать еще аренду, потому что есть отдельный фонд. Я уверена, что, ну, кстати, здесь и пишут, что здесь есть, ну, такое помещение, которое можно сдать в аренду. Ага, прикольно. Так, хорошо, смотри, вот такая вот есть комнатка. Здесь, в принципе, можно поставить кухонь. Кухонь-комнатка. Угу. Да. И вот следующая комната, посмотрите. Здесь еще комната. Там вишки и в салоне есть, я просто включу. Да, 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 да. Ага. На полный. Да, понятно, понятно, все с вами ясно. Еще один вход. Слушай, да, вот здесь вот выход тоже получается, это во двор. Сбоку. А здесь комната большая, между прочим. Угу. Меня только беспокоит, хватит ли вот этого кондиционера, да, вообще вот. Ну, хорошо, на это помещение хватит, а вот на то. Знаешь, кондиционер не похож на новый. Угу. Странно, придется покупать. Да, чтобы еще сюда доходило. И не надо кондиционер. Да. И поэтому... Интересно, да. Не надо без кондиционера. Ну, да, да. Ну, то есть дополнительная, как бы, такая, получается, квартирка. Моя клиентка, она может даже сделать джим и офис здесь. Да. Ну, только что-то сделать с инсайдом. Обязательно. Чтобы было как хорошо. Не, может быть, он работает, правильно? Просто отключен. Отключен. Слушай, необычный такой-то бонус. Да, вообще, с этой комнатой для джима можно еще и бизнес открыть. Кстати, для джима вот эта комната больше всего подходит. Вот эта больше всего. Ты у нас снаток? Да, да. Ну, потому что, смотри, как раз здесь для всего. Отлично. Лишь бы работал кондиционер. Клиентка работает на большую фармацевтическую компанию. Да. Она работает онлайн. Она работает из дома, поэтому спокойно. Ее компания находится в Калифорнии. Но так как она работает из дома, ей все равно, с какого дома работать. С Флоридой или с Калифорнией. Отлично. Так как ценность здесь намного лучше, чем в Калифорнии, и можно себе позволить купить домик, вот как раз... Пожалуйста. Дедушка может работать с этого помещения, там позанимался, тут поработал, там покушал. Ага. Слушай, единственное, если сдавать, а где ж туалет, извините. Да, кстати, точно. Вот сюда можно поставить. Поставить, да, поставить. Да, да. Да, кстати. Так что это... Да, тогда ты не сдашь. Ну и ладно, значит, сама сделает себе, что хочет. Да. Ну, в общем. Ну, отлично. Отлично. Приятный бонус. Я даже и не думала, что, оказывается, вот так вот можно сделать. Например, если я с детьми покупала, вообще, как, в баку, в матери, в гараже. Ага. Чтобы в гараж. Да. Потому что гараж вообще мало кто из американцев и русских использует по назначению. На самом деле, там хранится обычно всякая фигня домашняя, либо... Очень много семей используют как сторож. Да, как сторож. Машины в гараже. Но я знаю, что очень многие, имея гараж, просто паркуют машину на улице. На улице все, да. Бывает тоже переделать. В моем районе очень много гаражей переделано в дополнительные комнаты. Да. Это увеличивает стоимость тоже, потому что это больше пользуется спросом. Я бы не сказала, кому что, понимаешь? Кому что, да. Мне был очень важен гараж. Вот, видишь. Я не могу сказать машину. Когда я искала себе дом, и если я видела, что гараж переделан, то тебе не подходит. Гараж переделать. Ну, да. Ну, тогда не подходила. А вот клиентке твоей, кстати, важно ли? А клиентке моей... Не принципиально, да? Я просто посмотрела, там ворота есть. Да. И можно просто машину завозить, во двор ставить. А, ничего себе. Ну-ка, мы посмотрим заодно. Так, вот здесь такая травка. Уже стричь надо. А здесь что у нас? Это сбоку дома. Ага. Здесь есть даже такая асфальтовая крошка. А, да, посмотри. Можно что-то постелить. Можно сделать тент. Да. Стелить ничего не надо, здесь уже асфальтовая крошка. Ага. Если не хотите, чтобы там дождик, если будет дождь, да, то тент. Там можно спокойно тент здесь накрыться. И вот, пожалуйста, когда... Слушай, так тут мало того можно сделать... Ой, можно поместить, припарковать две машины, как минимум. Да, тоже можно. Угу. Отлично. Тогда все нормально. Большой. Бассейна нет. Да. Поэтому как бы и цена... Поэтому пониже, да. Пониже цена. Потому что... Забор хороший, новый, мне нравится. Новенький такой. Сарайчик еще стоит. Да. Сарайчик тоже, знаешь, и денег стоит. Хороший бонус. У бассейна здесь можно... Отличный. Да. Облагородить можно хорошо. Так. Отлично. Получить? А что у нас здесь на полу? Это такое что-то типа плит? Да, это плитка под дерево. Тоже плитка. Островочек такой. Хороший дом для приема друзей, гостей, барбекю сделать. Посмотри, какая большая площадь. Да, да, да. Здесь можно сделать все, что угодно. Вот, сейчас отдалека покажу. То есть... Очень мне нравится этот домик. Да. И цена нормальная относительно нынешних цен. Ну, с таким участком здесь 0,23 акра. Да. Хороший, самый оптимальный. Да. Так, а скажи... Это доктор Филлипс, извините меня. Это доктор Филлипс. Очень хороший район. Школы здесь высокого рейтинга. Все. Естественно, доктор Филлипс. Что еще сказать? Еще по моргиджу что-нибудь сказать. Мой клиент будет брать моргидж 10% первоначальный взнос. Это приблизительно... Это будет 40 тысяч долларов. Если 10% перевести. Ага. Сумму в долларах. Интерес трейт, процент ежемесячный я взяла приблизительно 3%. Да. Это средняя доставка. То есть, получается, где-то полторы тысячи в месяц она будет платить по моргиджу, численную поморгиджу, плюс 100 долларов страховка, плюс налог в месяц, я разбила этот налог на 12 месяцев, 298, ну, 300 долларов, так сказать. То есть, приблизительно 1900 она будет платить. Будет платить. Вполне. Если вы инвесторы, кстати, во всех моих видео я всегда говорю про кредит 10%. То есть, процент от даунпеймента для инвесторов это не подходит. То есть, если вы инвестор, то минимум ваш даунпеймент, у них уже другие идут. Рейты. И расчеты. Ваш первоначальный взнос уже будет 20%. Может, больше вы захотите дать. И чем будет больше ваш первоначальный взнос, тем меньше будет процентная ставка. И также процентные ставки на инвестиции, они будут выше, чем если человек покупает. Понятно. То есть, скорее всего, там, кредит не будет. По поводу аренды, ну, опять-таки, если вы берете кредит для себя, вы уже, в принципе, не можете арендовать, потому что иначе это уже рассматривается как инвестиция. Но я все равно посмотрела аренду. То есть, если, например, какой-то инвестор захочет купить такой дом, то на самом деле около тысячи долларов можно этот дом сдать. А если бы еще там было жилое помещение, если была бы ванная, то там еще можно было сдать долларов за 900, 800. Да. Представляешь, как это было? Народно. Кто-то и возьмет, купит этот дом. Надеюсь, что моей клиентке он понравится. Если нет, то кто-то купит этот дом. Я думаю, что там можно что-то сообразительное с сантехникой. Кухню поставить, сдавать какой-нибудь угол. Ну да. Мне кажется, этот дом даже больше двух тысяч. Такой он хороший, что его можно больше двух тысяч зарегистрировать. Я смотрела аренду, которая, в принципе, есть. Около этого, да. Учитывая такой хороший ремонт, может быть, за две столы, так сказать. Но дома с бассейном просто они, потому что здесь бассейн нет. Друзья, на этом мы закончили просмотр дома номер один. Мне он очень понравился. Мне тоже. Наверное. Какую бы ты оценку поставила? Я бы пятерку. Да, я бы тоже. На самом деле... Приятный домик. Недостача бассейна, она покрывается как бы нормальной ценой, да. Потому что если бы был бассейн, то дом, скорее всего, был бы не 400 тысяч, а 450-460. Да. Но с таким ремонтом, такая ванная, такая кухня. Да, классно. Мне понравилось. Хороший ремонт. Тоже пятерка. Давайте поехали в дом номер два. Посмотрим второй дом. Да, пока-пока. С чем-то. А потом у нас еще третий дом. Так что давай не медлить, поехали. Увидимся в следующем видео. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!